Ну вот теперь смотрите, теперь мы готовы полностью осознать, что же происходит с чистотой, с чистотой успеха. Вот смотрите, как делается. Давайте мы применим неравенство исключаемое учение х-стенов, которое есть число успеха. Да? То есть что нам расскажет это неравенство? Оно скажет, что вероятность того, что число успеха отличается от своего математического ожидания, это n, b, больше или равно а, оценивается через дисперсию свою, это что такое, n в квадрате. То есть делить на а в квадрате. Для того, чтобы здесь появилось не число успеха, а частота успеха, надо на n разделить, поэтому давайте в качестве а возьмем n на ε. И ε это просто положительное число. И поделим здесь все на n, что только нужно. Тогда получится, что вероятность того, что число успеха разделить на n, это и есть частота успеха, да? Минус вероятность успеха, больше или равно ε, оценивается через πq разделить на n ε в квадрате. И теперь смотрите, что будет происходить, когда n будет стремиться в бесконечность, когда n становится очень большим. n находится в знаменателе, поэтому когда n становится очень большим, этот рот приближается к нулю. А значит, что эта вероятность с ростом n стремится к нулю. То есть вероятность того, что чистота успеха будет значима хоть сколько-то отличаться от вероятности успеха, стремится к нулю. И это самый простейший вариант утверждения, которое отражает наше изначальное ощущение, когда мы выводим эту вероятность, что вероятность, вот эта частотная модель, что вероятность, это и есть частота при многократном повторении эксперимента. Вот такого рода утверждения называются, как я уже говорил, законы больших чисел, есть разные формы, где конкретно этой задачи скорость, с которой стремится, с нулю, конечно, это безобразно, здесь гораздо быстрее, экстренциально все стремится к нулю. Это так называемое неравенство, чем новое есть, очень популярное, так сказать, тематично. Для нас с вами важно вот это вот осознание, что действительно, когда мы бросаем монету много-много раз, потом подсчитываем число успехов, делим на общее, мы примерно должны получать вероятность успеха. Теперь, возвращаясь к той задаче, с которой мы начали это обсуждение, значит, вот мы из отрезка выбирали элементы, значит, выбирали значения, да, случайные экзагады, а потом подсчитываем число экзагадов, которые лежат в заднем каком-то подотрезочке АВ, и делим на них количество, сколько мы их выбирали. То вот мы поняли, что это можно переформулировать, как будто бросается монетка, да, с вероятностью успеха В-А. А значит, вот это отношение стоимится на той минус А. И теперь возникает вопрос, а существуют ли такие полностью заданные, никакие не случайные, не загаданные, а вот полностью заданные числа, которые из отрезков выродились, да, которые ведут себя точно так же. То есть можно ли указать такую детерминированную последовательность чисел, да, что какой бы я отрезок ни фиксировал здесь АВ, я начинаю по этой последовательности считать число ее элементов, лежащих в этом отрезке, относить это к насчитанному общему количеству до данного, да, Н, то это выражение, в этой частоте будет стремиться к В-А. Вот существуют ли такие не случайные последовательности? И оказывается, да, существуют, и более того, они многим школьникам хорошо знакомы.